Все 139 избирательных участков за рубежом готовы ко второму туру голосования. Некоторые из них поменяли свое местоположение. Власти, между тем, заявили, что увеличат количество бюллетеней для желающих проголосовать. Избирательные участки во Франкфурте, Мюнхене, Милане, Парме, Вероне, Болонне, Лондоне и Тель-Авиве сменили адреса. Их можно найти на сайтах наших посольств в соответствующих государствах, а также на страницах МИДЕИ. Избирательные участки в Баку и Страсбурге будут распространены. Они будут работать по сокращенному графику из-за особых мер, введенных в Азербайджане и Франции. Министр Аурелий Чакой попросил избирателей проявить ответственность и соблюдать ограничения, установленные в странах проживания. В то же время Центр Сбирком сообщает, что на участках, на которых было зарегистрировано большое количество избирателей в первом туре, было оборудовано несколько кабин для голосования, а также увеличен персонал, чтобы не допустить образования очередей. Избирательные участки в стране, а также за рубежом, откроются в воскресенье 15 ноября в 7 утра по местному времени. Субтитры создавал DimaTorzok